Друзья, всем привет! Вы на канале Политека, меня зовут Виталий Прудиус. Я прошу вас подписаться на наш канал и поддержать независимую журналистику в Украине. Также поставьте лайки нашему сегодняшнему гостю. С нами Пётр Кульпа, это бывший член правительства Польши, директор программы школы министров в Киевской школе государственного управления имени Сергея Нижнего, секретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО. Пётр, здравствуйте! Добрый день, слава Украине! Героям слава! Пётр, спасибо, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Очень много важных тем, тем более вы, как участник польской делегации в парламентской ассамблее НАТО, конечно же, как никто, можете прокомментировать всю ту натовскую дискуссию, которая происходит в эти дни. Фактически вся неделя прошла под знаком НАТО, под знаком этого саммита в Вильнюсе, которого все очень сильно ждали. И тут интересный, вот в Польше прошёл опрос на тему членства Украины в НАТО. Мы всегда почему-то думали, что поляки поддерживают беспрекословное членство Украины в НАТО, но результаты, которые публикуют издания «Ржечь Посполитая», показывают, что прям быстрое включение Украины в НАТО поддерживает только 40% поляков, а 47,7% против быстрого включения Украины в НАТО, то есть нужно какой-то там, чтобы прошёл период. 12% не имеют чёткого мнения по данному вопросу. Пётр, вот как рядовые поляки и в целом польский политикум относятся к идее вступления Украины в НАТО? Ну смотрите, вопрос, я не согласен с вашим, как будто выводом, да, с этого вопроса. На самом деле, если прочитать буквально, ответы поляков, это значит, что 40% поляков за немедленный вход, да, Украины в НАТО в условиях войны, что означает, что 40% поляков лаги ческих готова на столкновение с Российской Федерацией ради того, чтобы Украина стала членом, да, Западного мира. Смотрите, 40% поляков за то, что готовы идти на войну с Россией ради поддержки Украины. 47% дополнительно это те, которые понимают, что вход Украины сегодня в НАТО, это сразу входит в статья пятая. Эта война, короче, а не за то, чтобы Украина стала членом НАТО в момент, когда гариача фаза войны закончится. В общем, 87% поляков за то, чтобы Украина вошла в НАТО. Я не знаю ни одной идеи в Польше, которая бы объединяла поляков в такой степени. И в 87% нет поддержки для ни одного учреждения государственного, ни одной религии, ни одной идеи. Нет ничего больше, чтобы объединяла поляков, чем то, что показывает результаты этого вопроса. Поэтому давайте смотреть на это оптимистически и сравнивать это с похожими вопросами в других странах. Потому что я думаю, что мы можем сравниваться в том вопросе с баутийскими странами, но ни с кем больше. Понимаете? Вот. Это вопрос, как можно прокомментировать этот вопрос. Если я скажу, что я горжусь, горжусь этим, потому что поляки видят не только через медиа ужасы этой войны. Практически каждый день встречали беженцев, людей, которые потеряли свои города, улицы, дома, свою действительность. Они намного глубже вовлечены в ужасы этой войны, чем кто-либо другой. Нету в Польше городка даже, в котором не было бы свидетелей ужасов этой войны. Вот. Это надо видеть. С другой стороны, если смотреть более, более, в принципе скажу так. Я думаю, что когда Полша входила в НАТО, я помню, я думаю, в это время секретарем полской делегации в парламентской ассамблее. Я думаю, что был на саммите НАТО в Мадриде, где Полша была приглашена. Я не помню, чтобы был такой уровень поддержки полского общества к подвигу НАТО. Так что то, что могу ответить. Я забыл вторую часть вашего вопроса. Да. Это, если я не ошибаюсь, в 99-й год, да? Вот вступление. Да. Мы были приглашены в 97-е на саммите в Мадриде, да? И потом в 50-е годы в начале фармальна Полша встала. Приглашение уже, это решение было принято в Мадриде, да? Помню, Хавер Солана был тогда генеральным секретарем. Он помню самолет президента Кучмы, который стоял в парапортура рядом с нашим самолетом президента Квасиневского. И помню этот момент, когда взлетали, видели стоящий еще самолет президента Кучмы. И такое впечатление было, как жаль, что этот самолет остается, как жаль, что он полетит в другую сторону. Такие-такие помню моменты. Да. Почему я вспомнил 99-й год? Потому что из того, что я знаю, из того, что я изучал, и если меня память не подводит, конечно же, то 99-й год — это как раз провозглашение вот той самой политики открытых дверей НАТО, которая долго дискутировалась и, в общем-то, была запущена вот в конце прошлого столетия, да, в конце 90-х годов. В 97-м году Украина подписала хартию соответствующую Украине-НАТО, да, и тоже началось какое-то сотрудничество, движение вот в этом направлении. В общем, 99-й год, он такой определяющий во всех этих вопросах был. И приход Путина к власти в России, и дальнейшая его антинатовская политика, которую мы увидели позже. Но как вы думаете, вот если бы успела Украина запрыгнуть вот в то окно возможностей, да, могла бы быть она уже в НАТО? То есть был тогда шанс вот у Кучмы за эти там два-три года, да, с 97-го по 2000-й, по 2004-й даже, все-таки интегрироваться в НАТО? Или это нереально было вместе с Польшей сделать? Я считаю, что это нереально, что просто с первого дня после правозглашения Украины, Украиной независимости, Украина подвергла с давлением со старанной гробинного российского государства, поддерживала с Украиной все, что плохое. В принципе, смотрите, КГП, да, переименовали без БУ, без никакой иллюстрации, без ничего. Короче, это пуповина от НКВД, бабушки НКВД, через Галадамор, все эти ужасы, так далее, так далее, да. Все это, новая украинская государственность, вынуждена была гладнуть. Дальше, Украина в начале 90-х не была в таком ужасном состоянии, как Польша. Не было готовности для реформирования, для строения рыночной экономики. Просто было огромнейшее воровство. Все, что плохое в Украине поддерживало с русскими, возникла сильная группа компрадоров, полигархов, которых цель совпадала в принципе с русскими, в том смысле, чтобы эксплуатировать собственное население и ресурсы страны, не несла никакой ответственности. С другой стороны, те же олигархи были за то, чтобы их русские не прогласили. В каком-то смысле можно говорить, что были противовесом для такого прямого захвата, потому что их сложно было купить за 5 копеек. А НАТО – это прежде всего совокупность институтов и идей, которые определяют, во-первых, демократические отношения в рамках общества, во-вторых, верховнество права, во-третьих, в это время, это демократия, причем либеральная демократия, потому что сейчас можно говорить, что НАТО – это организация, которая объединяет так либеральные, так нелиберальные демократии, если смотрим на Пурцию, Венгрию, да? Но дальше – это гражданский контроль над военными силами, да? Это ситуация, в которой нет сомнения, что именно гражданские политики управляют системой защиты, а не наоборот. Вот все эти моменты, и просто если бы Украина, прежде всего доктрина Украины, когда возникла, надо понимать, что в 90-м году были два голосования. Спросили в начале года украинцев, они за продолжение СССР, украинцы сказали да. Можно сказать, что на самом деле тогда не существовал единственный политический украинский народ. И он только, это был первый шаг его становления. И если просто отсутствие было понимания, насколько опасным является мир, в котором Украина нашлася. У Польши не было сомнения. Где-то в 93-м, 94-м уже было абсолютно единство, что то, что видим вокруг, это передышка, в войне с Россией, да? Потому что то, к чему она идет, было непонятно. Но понятно было, что это глубокий кризис, а после такого кризиса они всегда выходят еще более агрессивными. Так показывала история. В Польше этот исторический опыт, который был, я считаю, глубоко осознанным. Он говорил о том, что от русских не стоит ничего брать и ни во что не входить, потому что это плохо кончится. Что страх должен быть сильнее жадности. Что лучше не говорить про никакую дружбу, а проявлять ассортивность, да? Лучше говорить о том, что нас разделяет, о том, чего мы не переносим, ничего не хотим, вместо того, чтобы идти на любое сотрудничество, потому что, как показывает история, больше всего это реалики, которые рассуждали про дружбу и братство. Украина пошла другим путиом. Можно история не любить, да? Что бы было, gdy бы. Ну, 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 потенциал Украины в момент, в начале 90-х был невероятный. Смотрите, то оружие, которое сегодня, в котором Украина нуждается, 30 лет тому назад, Украина могла бы спансировать 10 таких войн, с того, что у нее было, да? Ядерное оружие и так далее, и так далее. Просто невероятное количество вещей, которые были развалены. Кроме того, смотрите, НАТО, это организация, которая объединяет в принципе народы, которые понимают, что для любой экономической деятельности безопасность является необходимым фактором. Что без безопасности сложно что-то делать. Украина, я считаю, пренебрегала этими вопросами. Просто глубоко инфильтрировалась и по всей вероятности инфильтрируется русскими спецслужбами, которые в принципе контролировали не только вопросы безопасности, спецслужб, экономики, но всякие, очень много показателей, да? И без глубокого расчета, без глубокого перехода на новой наративе, на наратив новой Украины, без символического перехода, который будет как будто переносить гордость украинцев из военных сил Украины, на все государства, которые не будут толерантности для воровства, кумовства и всякой гнили, да? Что именно этот момент будет начало, я считаю, самого сильного государства в Европе будущего, учитывая потенциал народа, талант плюс те ресурсы, которые есть, я считаю, Украина обречена на успех. Очень надеемся на это, Пётр. Хотя, с другой стороны, есть мнение, что война только усугубляет проблемы, и через войну нельзя сделать что-то лучшее, какие-то проблемы решить, а наоборот, вот они только усложняются, потому что становится больше социальная несправедливость увеличивается, и люди оказываются за гранью бедности. Ну, в общем, социальные проблемы накатываются таким образом, что обществу тяжело быть здоровым и строить здоровые институции в таких условиях. Ну, смотрите, я считаю, что именно дефицит заставляет людей быть рациональными. Когда человек богат, может быть так дурной, как ему нравится. Но бомж, если будет дурной, не проживет следующего дня. Он заставлен действовать рационально. Это тот же самый закон касается народа. Поляки были в состоянии добиться хорошей организации, государства, системы, именно благодаря тому, что входили в 90-е с зарплатами на уровне 5-7 долларов в месяц, на уровне несчетных, где понятно было, что единственный ресурс, который чего-то стоит, это люди, что нельзя разрешить госпредприятиям жить 20-30 лет на осколках и мущества прошло, поэтому суть плана Бальцеровича это дополнительный огромный налог на фонд зарплаты в госпредприятии, который заставил всех меняться. Безработница, которая была на уровне 22%. Это только официально, реально, да, были места, где она была свыше 50%. В начале 90-х было так, что человек получал уважение от окружения, если мог сказать про себя, я работаю. Весь этот ужас, да, прошли довольно быстро. Самое ценное было то, что с каждым днем поправилось. В принципе, с 92 года до сегодня не было ни одного месяца, квартала, которым было бы хуже, чем в прошлом. И это именно философия дороги успеха. Не имеет значения, где начинаешь, как сложно. Важно, чтобы были, были механизмы, которые гарантируют проходы в более хорошей, более совершенной, более благополучной системе. Да, и это важно, потому что не имеет значения, как богатой является страна. Важна динамика, куда она движется. Больше потенциала, больше магнита для людей, инвестиций в стране, которая развивается, как я беднее, чем в стране, которая богатая, да, но с каждым годом уже и хуже. Так что то, что вы считаете ограничением, барьером, да, я считаю именно шансом, просто очень часто условия, самые сложные условия, заставляют людей меняться в хорошую сторону. Опыт показывает, что без серьезных вызовов, люди и системы не готовы меняться. Вот все. И на самом деле сегодня, считаю, идет война, не только на внешнем фронте с расистами, но на внутреннем фронте, где условный батальон Монако участвует в этой войне на стороне расистов. Это системные вары, это их покрыватели, это вся эта несправедливость, да, которая вызывает гнев. И хочу сказать так, что нет, уже есть первый признак, я бы сказал, то, что президент Байден сказал в Вильнюсе, это тоже серьезный вид помощи. Он сказал, что Украина в НАТО, да, но условно. По вопросам безопасности, это значит реформа. В спецслужбах и так далее, и так далее, чтобы эту пуповину от СССР прорвать, то, что все остальные страны сделали. И второй момент, это организация власти, коррупция, и так далее. И очень хочу обратить внимание на заявление Алексея Мячеслава, на НИВО, секретаря РНБО. Я считаю ключевого института украинской государственности во время войны. И перед, просто очень сложно помнить, что подготовка к войне, списки, ворот в законе, разбиция подготовки инфраструктуры финансовой, организационной, все это РНБО. И он сделал заявление, что формой помощи для Украины будет предоставление членами НАТО информации про считаю банковские имущество корруптированных украинских чиновников. Ну вот, это пупомащ, которая считаю о чем нужна Украине и создает надежду для консолидации украинского народа вокруг президента. Петр, вот мы уже подходим к итогам саммита НАТО, но я вот все хочу вернуться в тот самый 99-й год, потому что поднял прессу того времени на тему политики открытых дверей НАТО. И уже тогда, в 99-м году, аналитики в западной прессе писали, что ключевая проблема этой политики дверей, это Украина. Вот непонятно, входит ли Украина, распространяется ли на нее эта политика открытых дверей или нет. Если да, то что мы будем делать, если Россия начнет на это реагировать агрессивно? И, в общем, вот уже 2023 год Россия реагирует агрессивно, по крайней мере, публично заявляет, что это одна из причин войны с Украиной, что желание Украины присоединиться к НАТО и разворачивание соответствующей инфраструктуры. Ну, а в НАТО мы так и не видим определенности. И это показывает, вроде бы, саммит тоже это показывает. Или нет? Вот как вы оцениваете его результаты? И вот конкретно про вот эту политику открытых дверей нужна ли ей какая-то более, какая-то четкость? Я оцениваю результаты очень положительные. В том смысле, что было формально сказано, что Украина станет членом НАПО. На сегодня это очень важный сигнал, прежде всего для инвесторов, которые думают сегодня участвовать, не участвовать в восстановлении Украины, принимать вот эти все риски. Такое заявление, если все члены, а ясно сказали, что Украина станет членом НАТО, это значит, Украина является частью западного мира. Если политика открытых дверей на самом деле она дискутировалась намного раньше. И в принципе эта концепция у ее основ. она во время Ельцина даже поддерживалась Российской Федерации. Потому что одна из стратегий разрешения НАТО было предложение, чтобы Россия стала членом. И помню дискуссии, которые были, помню Алексея Арватова, Караганова, и так далее, и так далее. Это очень многие за и против. Но с приходом Примакова на пост ministра иностранных дел, этот вопрос уже был закрыт. Потому что Россия уже тогда выбрала конфронтационную по отношению к западу линю, стратегию, стратегию мультиполарного мира. как стратегию направленную против монополарного мира, которым управляют всем Соединенные Штаты. На самом деле вот Украина имела конечно политика открытия в две веки также Украины. Все понимали одну вещь, что Россия не одобрит ни одного договора геополитического, которым Украина не будет подконтрольной ей страной. В принципе от центральной Европы это огромный вопросительный знак, потому что очень много моментов было недосказано. Можно являются ли страны типа Полша, баутийские страны такими же членами на то, как и все остальные. Могут ли на нашей территории находиться войска, которые бы гарантировали, что наш статус членство не будет старостепен и так далее, и так далее. Но вопрос Украины это ясно было, что это вопрос, который будет поддерживать националистами, я не знаю, расистами, так их надо сегодня называть, и кажется, что мир использовал шанс, чтобы этого вопроса не поднимать, поскольку никто его не поднимал в Украине. Смотрите, реальная картина власти, очередные президенты и население убеждены в гарантиях будапештского меморандума. Вот сказка для нижших, дальше, власть, которая как собственной страны относилась как территория, которую надо ограбить, все, что можно вывезти. Олигархи, которые пытались производить, использовать ресурсы, таким образом, чтобы было это еще проще, еще проще, железные болванки продавать, а если не было выгодно, тогда обвал валюты, объединение населения и вот это такая стратегия. В принципе, 30 лет экономического развития не было ни одного момента реального роста, потому что показатели ВВП это показатели движения, а не роста богатства. Украина постоянно беднила, так в смысле потери человеческого капитала, материального и все это создавало в центре Европы черную дыру беззакония, черную дыру обвала экономики, черную дыру безопасность. И в принципе, если бы не ошибка Путина в 14 году, если бы не его агрессия, которому и на Донбассе, сегодня эта война выглядит бы по-другому. Она бы не касалась Украины, она бы касалась стран централной Европы. Само я, очевидно, сценарий, которого боялись больше всего, то представляем себе маниовры на линии Беларуси вместе с русскими, да, на линии Брест-Гродно. Ну, представляем себе 250 летовых людей, да, и одновременно в та линии или в Риге в астане русских, которых якобы преследуют, правда? И в тот момент палиаки стоят перед выбором, или помагать Баутам по-пятой статии, к чему в принципе обязаны, или стоять на линии Вислы, защищаясь опционируем на страну перед возможным ударом застаранной сильной группировки власти. Если бы палиаки не помогли, сами не засобожевали на помощь. Одновременно надо понимать, что территория Германии была исключена как территория через которую могла бы прийти помощь. Хочу вам напомнить, что помощь в Украину приходила от Германии. Британцы договорились со всеми делали таким образом, чтобы оба идти, потому что там не было ни логистических возможностей оказать помощь в Польше, в таком случае. И смотрите, Германия из Франции вместе с Российской Федерацией играли на выдворение Соединенных Штатов из Европы. Я не говорю про влияние русских спецслужб, просто открытие энергетических рынков, практически подчинение интересам России, но формально даже обращение к Соединенным Штатам, чтобы убирали свои армии из территории Германии. А Польша тогда пригласила американские войска на свою территорию. Понимаю, что наш Россия вместе со Старой Европой. Ну вот этот союз похоже выкристаллизовывается у нас. Мы даже помним эти разговоры о том, что может быть союз Британии, Польши и Украины до войны, до вторжения. Он и сработал, насколько я понимаю, в отражении агрессии на первых этапах. Да, я это отметил уже на четвертый день войны. Написал «Выиграть войну, не проиграть мир», который он показывал причины именно это tangо, который Франция, Германия и Россия в месте танцевали против Соединенных Штатах. И этот потенциал, потому что в Европе есть только два сценария стабильного мира. Первый сценарий это сценарий Рzeczпосполитой, между морем, междубаутыйским, mazовским, черным. военный союз, который является основой для совместной инфраструктуры, которая объединяла Греков с Вариагом и Восток с Западом, у которой есть потенциал, чтобы угрозы, которые могли бы прийти из стороне сегодня Беларуси, в целом и с Востока, будут вызовом, который будет укреплять этот союз и создавать заполнительные условия обогащения и благополучия. Это первый исторически проверенный тип. И второй это то, что возникло после Венского Конгресса 1815 года, где Восточная Европа оккупируется русскими, а западная часть также Украина, потому что часть Украины полчат, а в Сравейгре короче на той стороне. И таким образом возникает ситуация, в которой все оккупанты вынуждены сотрудничать между собой таким образом, чтобы совместно давить народы, которые оккупируют. Вот и этот порядок держался весь 19 век, 1815 года, но и сейчас он разваливается, потому что результаты Первой мировой войны, это были удары по нему, а потом Вторая мировая война, как будто его вернула праздничная. Но сейчас снова возраста к системе, которая напоминает чуть-чуть ситуацию после Версальского Конгресса после Первой мировой войны видим уже танец Франции, потому что победа белорусского солдата в Франции оставила поменять свою доктрину. Выступление президента Макрона в Братиславе три недели тому назад это абсолютно кардинально меняет структуру внешней политики Франции, поскольку он все, что плохое показывает на Германии, а на самом деле Франция готова быть гарантом, готова создавать маленькую антанту с Украиной и Польшей и с Францией как гарантом при условии, что будем ориентироваться на французскую ядерную энергетику и покупать французское оружие. Так я это понимаю. Но надо учитывать, что возможность реального влияния Франции в современном мире очень ограниченная. Воля этой страны выполнять договора тоже исторически проверено отрицательно. Поэтому ответственная дорога, то, что вы сказали, искать собственных ресурсов суверенитета, объединяться в Центральной Европе, Баутийские страны, Польша, Украина на основе военного союза, системы, в которые никто не влезает друг к другу, не смотрит в тариону, каждый сохраняет свой внутренний суверенитет таким образом, чтобы отличаться от тех вопросов, которые в Европейском союзе, где многие страны теряют ощущение чувства собственного суверенитета в собственной стране. Вот. И думаю, что этот процесс пойдет не в двух этапах, не в одном, не сразу, а как будто в двух ходах. Первый ход, это, я считаю, очень важно, чтобы Украина сделала все, что возможно, чтобы чем быстрее стала членом Европейского союза. Это гарантия получения поддержки в борьбе на внутреннем фронте. Это гарантия возможности построить современную государственность с создаваемыми демократическими институтами. Научиться играть в сильной лиге европейских народов. вылечиться от последних проявлений того, что в Украине называется меньшим артистом и так далее, и так далее. И тогда просто меняется структура власти в европейском союзе. Получается, что тогда можем себе представить, что голос Германии, Франции, Италии, уже не хватает для того, чтобы решать все вопросы без участия всех остальных. Я считаю, что в тех обстоятельствах возможно даже возврат в Великой Британии в Европейский союз. и дальше будет вопрос подхода к будущим, потому что если Европейский союз будет ориентироваться так, как до сих пор, на возможности сотрудничества, просто очень сложно понять, это не показывает цифр. Например, смотрите, торговый между Польшей и Германией два с половиной раза выше, чем Германии с Россией. Но несмотря на это, нет никаких сомнений, что Германия в своей политике всегда предпочитала отношения с Россией чем в Польше. Готова была раскрывать собственную ядерную энергетику ради того, чтобы создавать спрос на русский газ. Русский газ по настойанию Германии считался самым экологическим топливом в мире. Рынок угля просто все по очереди получалось так, как будто создана против нас. Кроме того, второй момент, который сыграл какую-то роль во время Брексита, это чувство потери контроля над суверенитетом в собственной стране. Например, идет вопрос беженцев в Северной Африке и предложение, что все страны, которые будут против системы принудительного распределения этих беженцев в разных странах, за каждого надо будет в бюджете Европейского Союза 20 тысяч евро за в политике. А на время на Польша 3 миллиона людей из Украины, из которых 1,5 миллиона как минимум надо считать беженцами из военного конфликта и помощь Европейского Союза для каждого Украинца это на уровне 201. Получается, что беженец из Северной Африки сто раз дороже душе Европейского Союза чем беженец из Украины. И считаю, что это глубоко ошибочно. Кроме того, сумасшедшая политика fit for 55 налога на потребление углеводородов в продукции любого товара. Я считаю, это будет причина распада Европейского Союза. Потому что если этот эта система будет внедрена и представляем себе, что Европейский Союз будет определять стандарты, то можно, чего нельзя и внедрить такие налоги на импорт, тогда можно ожидать такого же самого ответа под другим предлогом из стран экспортеров. И это будет конец. Вот так это я в том плане спокойно про судьбу Украины. Хочу подчеркнуть, что победа Украины в этой войне очень сильно поменяла экономическую структуру в Европу. В том смысле, что Россия потеряла энергетические рынки европейские, и эти рынки были заменены Соединеными Штатами. Спрашивал специалистов, какая цена вопроса, сколько условно Соединены Штаты заработали на этом передвижении потенциала. И цифра, которую мне показали, это 300 триллионов долларов. Это приблизительно настолько, сколько соединены Штаты. Тот, кто контролирует энергию ресурсы, в принципе контролирует экономику. Может решать, что купить, что не купить, ключевые вопросы. На самом деле так это выглядит. Германия самая сильная экономика в Европейском Союзе это король экономики прошлого. Экономики прошлого. Это уже экономика, которая уходит в прошлое. Если посмотрим на все остальные страны, наступила деиндустриализация. И в принципе центральная Европа из-за весовых цен на рабочую силу сохранила какой-то потенциал продукции. Германия тоже. Здесь я бы сказал мобильность и возможности намного легче. Поэтому считаю, что для Украины открывается невероятный потенциал возврата украинцев, которые раньше уезжали в Западную Европу. Относительные условия жизни в Украине, если станет честным, нормальным государством, будут намного лучше, чем, скажем, в Испании, в Италии или Греции. Вот уровень жизни. То же самое касается, кстати, Польши и возврата поляков. Петр, для этого очень важна безопасность. И, собственно, поэтому мы дискутируем сегодня тему НАТО, тему саммита НАТО, его итогов. И пресса мировая, украинская, конечно же, размышляет на том, что мы в итоге получили. Вы уже затронули очень важную тему коллективной безопасности, как она работает, работает ли вообще пятая статья НАТО. Встречалось такое мнение у журналистов, что Украину потому не стали уже сейчас досрочно принимать в НАТО или давать какие-то чёткие гарантии, что не хотят всё-таки проверять, в принципе, возможно ли пятая статья, может ли она быть реализована на практике, так как мы её представляем, когда на какую-то страну нападает агрессор, все идут воевать за эту страну. Вы как думаете? Я просто знаю, как выглядеть структуру пиатой статьи. На самом деле пиатая статья построена таким образом, что если например нападают на какую-то страну и послужит всех остальных стран собираются и напишут телеграму мы вас поддерживаем и желаем вам удачи. Ип, ип, ура! А мы на вашей стране можно можно сказать, что все требования пятой статьи были выполнены. Потому что пятая статья говорит о том, что в случае нападения все вместе обязаны предпринимать совместные действия. Это означает, что применение пятой статьи крайне невероятное. Так, чтобы все страны абсолютно согласились. В НАТО есть одна страна, Соединенные Штаты. Та самая сильная страна по обоих странах Атлантического Океана. Йо военный бюджет 850 миллиардов, а второй бюджет Германии. После повышения на несколько раз 50. Больше 30 тоже после сильного повышения. Где сейчас более 4% валового продукта это вооруженные силы. Вот такой потенциал. На самом деле решение НАТО это решение Соединенных Штатов. Это как бы в древнем риме Афины и города союзные. Что нас объединяет? Объединяет нас строй. Демокракия. Понимание верховинства права, прав собственности. Те вопросы, раньше говорили. Кроме собственных собственности должны быть также одинаковые риски. потому, что очень все заинтересованы, чтобы говорить, что у нас общее ценность. Но если угроза от нас два километра, от кого до 2000 километра, риски у нас абсолютно другим и должны думать, что сделать, чтобы выравнивать эти риски. И то, что делает это именно вложение существенное, очень дорогие, повышение уровня потенциала защиты таким образом, чтобы дополнительная часть вложений со стороны Соединенных Штатов, прежде всего, не была значительной. Потому, что без этих вложений надо бы требовать 100 тысяч американских солдат, чтобы реально гарантировать безопасность. Но если и сами сделаем много, тогда может быть хватить даже 2000. Конечно. Но суть в чем, еще раз, верю в то, что у нас будет безопасность, если кроме формальной гарантии будет совместное планирование то, что происходит в рамках НАТО и будет присутствие физическое присутствие украинских, польских, баутийских, французских, немецких, а во еще, да, вдоль всей границы с потенциальными агрессорами. Тогда все политики, независимо от того, как далеко от прямых рисков, вынуждены ответственно реагировать на угрозы агрессии. Для меня идеалом структуры безопасности является организация, которая была создана в 1948 году Западноевропейский Союз. Очень важно понимать, зачем эта организация возникла. Многие страны Западной Европы побоялись, что Германия очень быстро восстановила свой потенциал и видела свое потенциальное сходство, интересы с Советским Союзом, который мог влиять например на смену границы Германии, ее восстановление и так далее, и так далее. Они просто рассматривали Германию после опыта первой мировой второй, как потенциал был агрессор. И кстати, Сталин оценивал, что Германия и он не ошибался. В 1947 году он сказал, что не пройдет больше 20 лет и Германия полностью восстановить свой промышленный потенциал и будет ведущий экономика Европы. Не ошибся. И эти страны решили создать Западный Европейский Союз военную организацию в Европе направленную против восстановления агрессии Германии. И что интересно, там тоже была пятая статья, очень сильная, она отличалась от пятой статьи Вашингтонского договора. Во-первых, она говорила, что не только в случае агрессии, но в случае угрозы агрессии. Короче, если бы появилась угроза агрессии. Короче, они создавали себе возможность действовать на попережнение, на дальше. В тех местах, как в НАПО, но также каждый отдельно, это разница, потому что в рамках НАТО обязаны все вместе. Если действуют только отдельные, это условно не НАТО. Но в рамках Западноевропейского союза было так все вместе, как и каждый отдельно. Дальше было сказано, что сразу и всеми доступными ресурсами обязан оказать помощь. Это самые сильные гарантии, какие можно себе представить. И они очень сильно отличаются от пятой статьи Вашингтонского договора. Что важно, что Западноевропейский союз, конечно, после входа Германии в НАТО. Структура договора была изменена и ее направление уже не было в работе в Германии. Эта организация предъявлялась до 2030 года. Все европейские члены НАТО, кроме Дани, были членами этой организации и была распущена только в 2030 году. Почему опыт Западноевропейского союза так важной для Украины, Полши и других стран Центральной Европы? Он важный потому, что существование Западноевропейского союза показывает, что его существование не противоречит ни Европейскому союзу, ни НАТО. Что есть в рамках Центральной Европы, то о чем говорится, там, Украина, Полша, Балтийские страны, на это раз как раз Дания, Финландия, Швеция, Нарвегия, Великая Британия, подписал такой договор. Тогда очень сильно уже меняется структура нашего чувства безопасности, нашей идентичности с этим связаны, тем более, что в рамках Западноевропейского союза, там был вопрос сотрудничества в области культуры, в области экономики. Это тоже важно, потому что Центральная Европа объединяет страны, которые свою историю находились под окупацией. и сказки для них писали оккупанты. Многие герои для них создавали оккупанты. Я не хочу никого обижать, например, в Украине. Гмельницкий, это человек, который убил 10 тысяч войну, в Криваноса, за то, что не хотели быть подданы московскому цели. Возникает вопрос. Он более русский, герой, или украинский. То же самое. Вообще надо применять метод такой, что должны выдвигаться и на почет выноситься те личности, которые объединяют прежде всего украинцев, объединяют поляков, эстонцев, литовцев, а не те, которые нас разделяют. Потому что те, которые нас разделяют, это продукты наших оккупантов. Это касается на примере Украины, например, Бандеры. Вопрос, он разделяет украинцев или объединяет? Правда? Если разделяет, кто заинтересован в том, чтобы Бандеру Шухевича и так далее, выдвигать на первое место. Почна не те, которые живы в Украине хорошие. Паэта му вопрос высох безопасности в центральной Европе. Я бы там написал на четвертий день войны, напоминаю статью, и в Польша многие считают меня первым полиакам, который откровенно поставил вопрос Жизнь поспорит. Петр, возвращаясь опять-таки к саммиту НАТО, очень важные моменты вы затронули, но если говорить непосредственно о его оценках, прозвучали и скептические оценки, в частности, не от кого-нибудь, а от бывшего президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, который в принципе возглавляет партию Европейская солидарность, которая в общем-то прозвышает своим курсом движение в НАТО, вообще в Европейский Союз, его сложно обвинить в каком-то антинатовской позиции, так он говорит, что не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины, это он сегодня заявил с трибуны Верховной Рады, говорит, что, к сожалению, итоговый документ Вильнюса 2023 стал ксерокопией Бухареста 2008, а заявление о семерке о гарантиях безопасности выглядит просто как протокол о намерениях, который, в общем-то, не содержит реальных гарантий безопасности. Вот если Ну просто если НАТО объединяло самых больших производителей шоколада, тогда точно я бы сказал, что сложно пятого президента Украины обвинуть в том, что он против НАТО. Поскольку он всей своей политической деятельности доказал, что когда шел выбор между его личными интересами и интересами странами всегда был почитал первое, тогда это именно то, что можно назвать действием против участка Украины в Европе, хочу заметить, что Российская Федерация огромные деньги вложила в то, чтобы создавать миф украинского национализма, который очень сильно бил по интересам Украины. Но с момента, когда Тетя Алексеевич стал вождем украинских националистов, всегда, когда появляется вопрос украинского национализма, и я говорю о том, что есть сильный украинский националист, а вождем его является пятый президент, этот вопрос сразу снимается с повестки. Так что просто давайте будем серьезно. Вопрос здесь в том, что то, что лучше могли бы сделать люди, у которых был шанс что-то сделать для Украины, но не сделали. Поддерживали систему коррупции, беспредела и не полезли еще глубже в это, только потому, что не могли, а не потому, что не хотели. Хочу напомнить, что большим балансером во время президента, пятого президента, был министр внутренних дел Арсеновак, который для демократии в Украине сделал много именно тем, что не соглашался на то, чтобы пятый президент стал близнецом московского коллеги. Вот так это оппозиция, она имеет право критиковать власть, конечно же, потому что нам указали в том числе на проблемы с демократией во время саммита НАТО, на вопросы, а почему, собственно говоря, Украину не принимают, нам сказали, что нужна живая демократия, работающая, здоровая. Петр, как вы считываете этот месседж, о чем он? Это говорит о том, что Украина должна провести выборы во время войны, или это о референдуме по поводу НАТО, или это еще какие-то намеки на свободу слова и так далее. Как вы трактуете эти слова? Я эти слова трактую таким образом, что сегодня потенциал Украины это с одной военные силы Украины, с другой стороны все люди, которые понимают, что по сторону нельзя, что надо меняться, надо научиться жить по праву, и президента, который без сомнений является огромным ресурсом. Но вопрос касается того, что никто не отрицает и все это видят, что в Украине существует развитая системная коррупция. Если есть системная коррупция, значит, то, его возглавляют. Если всегда системную коррупцию возглавляют тот, кто обладает реальной власти. Значит, если президент не возглавляет этой системы коррупции, значит, не он является реальной власти, является, просто входит в пространство царь настоящего. Проблема в том, что в Украине структура, которую внедрил Пуцьмар, которая была возглавлена в феврале 2014 года, она лишает власть рычагов легального управления. Я объяснил это таким образом, что президенту Украины подчиняется только безопасность, только внешняя политика. Все остальное, чем занимается, не имеет легальных конструкционных основ. Нет у президента никаких полномочий для того, чтобы заниматься дорогами, культурой и чем угодно. Вот, это не президент, но тоже не премьер-министр, потому что премьер-министр по конституции Украины открывает, закрывает заседание правительства и подписывает протокол. Значит, он не является шефом министров. Министр не является шефом своих заместителей, шефов агентств, инспекций, заместителей шефов инспекций и так далее. Короче, Украина в своей структуре это такой коллективной группой 267 должностей, в которых никто не подчиняется никому и координация этой группой возможна только при помощи коррупции или компромат силовиков. Поэтому управление Украиной идет нелегальными мафиозными методами. И анализ действий украинской государственности намного более эффективно получается производить и употреблять для этого методологию, которую употребляем для анализа действия мафии, а нелегальных упреждений институтов. И просто в чем вопрос, что если сегодня убрать коррупцию и компромат силовиков как инструменты, как рычаги власти, тогда эта власть развалится, потому что нету легальности. Ключевой вопрос, чтобы начать бороться за этим, надо вернуть легальную управляемость, легальные рычаги, которые были в тексты Конституции 1996 года. Это во-первых, и это значит укрепить роль президента. Это первый шаг. И второй шаг создать новую Конституцию, которая своей структурой будет компатабильна отвечать тому, что в других европейских странах. Вот я считаю, речь идет прежде всего об этом, потому что проблема украинской государственности, она не связана с судами, потому что нет законов, которые бы запрещали судья честно судить. Но есть законы, которые запрещают министрам эффективно управлять министерствами, отраслями и так далее, и так далее. И эти патологии, которые видим в судебной системе, являются на самом деле патологиями, которые возникают, потому что нету сильной исполнительной власти. В любой стране есть нечестные суды, но есть прокуратура исполнительная власть, которая в состоянии их выследить и наказать, привлечь к ответственности. То же самое патологии парламента украинского, где депутаты отдельные влезают на прямую управление исполнительной власти. Это тоже проявление патологии исполнительной власти. Вассознание эффективного центра координации исполнительной власти являются символическим возрождением украинской государственности. Без этого Украина не имеет субъектности. Сегодня эта субъектность основана на законах времени войны. Но как только закончится война, в первый день Украина сразу теряет свою внутреннюю и внешнюю субъектность. Я понимаю, что то, что говорю, может быть сложно, но растет понимание этих вопросов, потому что, когда я об этом три года тому назад начал говорить, все мне говорили, что ты говоришь, у нас лучшая конституция на земле. У нас любят это повторять, конечно. Это та же самая рассказка, как безопасность на основе Бугадпышского меморианта. Ну что ж, это, как говорится, оппозиция, она имеет право также критиковать власть, конечно же, потому что нам указали, в том числе, на проблемы с демократией, во время саммита НАТО, на вопросы, а почему, собственно говоря, Украину не принимают, нам сказали, что нужна живая демократия, работающая, здоровая. Петр, как вы считываете этот месседж? О чем он? Это говорит о том, что Украина должна провести выборы во время войны? Или это о референдуме по поводу НАТО? Или это еще какие-то намеки на, например, на свободу слова и так далее? Как вы трактуете эти слова? Я эти слова трактую таким образом, что сегодня потенциал Украины это с одной военной силы Украины, с другой стороны все люди, которые понимают, что пастером нельзя, что надо меняться, надо научиться жить по праву, и президента, который без сомнения является огромным ресурсом. Но вопрос касается того, что никто не отрицает, и все это видят, что в Украине существует развитая системная коррупция. Если есть системная коррупция, значит, то, то его возглавляет. Если всегда системную коррупцию возглавляет тот, кто обладает реальной властью, значит, если президент была власть вновь в феврале 2014 года, она лишает власть рычагов легально в управлении. Я объяснил это таким образом, что президенту Украины подчиняется только безопасность, только внешняя политика. Все остальное, чем занимается, не имеет легальных конституционных основ. Нет у президента никаких полномочий для того, чтобы заниматься дорогами, культурой и чем угодно. Вот это не президент, но тоже не премьер-министр, потому что премьер-министр по Конституции Украины открывает, закрывает заседание правительства и подписывает протокол. Значит, он не является шефом ministра. Министр не является шефом своих заместителей, шефов агентств, инспекций, заместителей шефов инспекций и так далее. Короче, Украина в своей структуре это такой коллективной группой 267 должности в которых никто не подчиняется никому и координация этой группой возможна только при помощи коррупции или компромат силовиков. Поэтому управление Украиной идет нелегальными мафиозными методами. И анализ действий украинской государственности намного более эффективно получается производитель употреблять для этого методологию, которую употребляем для анализа действия мафии, а не легальных употреблений мафии. Чтобы начать бороться с этим надо вернуть легальную управленность, легальные рычаги, которые были в тексты конституции 1996 года. Это во-первых и это значит укрепить роль президента. Это первый шаг. И второй шаг создать новую конституцию, которая своей структурой будет компактабельна отвечать тому, что в других европейских странах. Вот я считаю, речь идет прежде всего об этом, потому что проблема украинской государственности она не связана с судами, потому что нету законов, которые бы запрещали судья честно судить. Но есть законы, которые запрещают министрам эффективно управлять министерствами, отраслями и так далее, и так далее. И эти патологии, которые видим в судебной системе являются на самом деле патологиями, которые возникают, потому что нету сильной исполнительной власти. В любой стране нечестные судья, то есть прокуратура исполнительная власть, которая состоит их выслежить и наказать, привлечь к ответственности. То же самое патологии парламента украинского, где депутаты отдельные влезают на прямую управление исполнительную власть, это тоже проявление патологии исполнительной власти. Воссоздание эффективного центра координации исполнительной власти является символическим возрождением украинской государственности. Без этого Украина не имеет субъектности. Сегодня эта субъектность основана на законах времени войны. Но как только закончится война, в первый день Украина сразу теряет свою внутреннюю и внешнюю субъектность. Я понимаю, что то, что говорил может быть сложно, но растет понимание этих вопросов, потому что когда я об этом три года тому назад начал говорить, всем не говори, что ты говоришь. У нас лучшая конструкция на земле. Да. У нас любят это повторять, конечно. Это та же самая рассказка как безопасность на основе благотворческого меморандума. Да. Петр, ну вот возвращаясь к вопросам безопасности, о том, что происходило на саммите НАТО, о том, что говорили, как вы относитесь к вот этой информации о том, что был определенный скандал между Зеленской, между украинской делегацией в целом и в первую очередь Зеленским, конечно же, из-за его высказываний довольно резких с критикой НАТО. Вот американская пресса написала, что, New York Times написал, что заявление Зеленского привели американцев в ярость. Лидеры НАТО во время совместного ужина с Зеленским вечером во вторник в Вильнюсе призывали его остыть, причем они сделали это, когда Байден уже покинул данное мероприятие. Также мы помним заявление Волоса, что Украина могла бы оказывать большую благодарность. Ну и также Deutsche Welle, это уже немецкий вещатель, написал, что если Украина будет требовать слишком много, то США могут сократить поставки военной помощи. Об этом Deutsche Welle сообщили со ссылкой на какие-то свои источники. Вот как вы думаете, может ли дойти до этого даже вот эти все противоречия и имеют ли они место на самом деле или это просто какая-то медийная клоунада, которая нас отвлекает от реально важных каких-то вещей, которые происходят? Я думаю, что вопрос фундаментальный. Надо ясно сказать, кто кому должен быть благодарен. Я приверживаюсь позиции, что весь демократический мир должен быть благодарен Украине и позиция президента Зеленского принципиально правильна. Украина после десятков тысяч жизней, которые украинцы отдали за именно то, чтобы сопротивляться российскому агрессору, не является никаким прошальником. И это очень низкая цена, которую могут оказать демократии. Посмотрите, понимают это в Центральной Европе, в Польше, в аутийских странах реальная поддержка и помощь для Украины в несколько десятков раз выше по отношению к продукту чем в странах старой Европе или Соединенных Штатах. Конечно, потенциал Соединенных Штатов или Германии такой, что даже незначительный процент, даже даже мелкие влашения выглядят огромные. Но если смотреть с точки зрения того, что страна может дать, тогда примером настоящий, падежки, ябленица, прежде всего баутыйские страны, которые два раза выше Полши, но говорим 25 раз например Латвия выше чем Германия. Так боли меня эти пропорции выглядят. Дальше. Вопрос в том, что я в углу как герой, то, что все ошибки, которые мы делаем как люди, или сделаем как люди, те ошибки, которые мы сделали, или сделаем как народы, будут связаны с дефицитом одного из двух, или скромности, или благодарности. Очень легко быть скромным и благодарным, когда человек внизу, потому, что жизнь заставит быть скромным, а кто под островку появляется благодарность. Самым сильным человек или народ является тогда, когда ему кажется, что он внизу. А самым слабым, когда ему кажется, что держит Господа за бороду, не понимая, насколько она скользкая. народов. мне кажется, что исторический ум людей или народов не падать, это сохранять в себе чувство скромности и благодарности. Не думаю, чтобы сам НАТО был местом, где это должно проявляться. Народы и люди узнают не тогда, когда они внизу, а тогда, когда они наверху. Надо нас бояться, когда мы наверху. Можно бы поставить себе другой вопрос. Если бы Украинцы представили себе, что они находятся в положении Американцев, Немцев, как бы относились. Считаю, что просто здесь идет, вопрос идет другому, что президент Зеленский является реальным героем нашего времени. независимо от того, это ваш или мой герой, но с точки зрения его влияния на политику в разных странах, его подход, его позиция может повлиять на ход выбора в любой стране. И он может говорить не с точки зрения прошенника, а с точки зрения твердого политического игрока. я так воспринимаю его слова. Возвращаясь к статье, которую написал на четвертый день войны, помню, там есть такой фрагмент, что в случае, если бы Байден испугался ядерного оружия, президент Зеленский верил, что президент Зеленский немедленно перенесет посольство Украины из Вашингтона в Даллас и предложить Байдену эвакуацию от ударов. Просто смотрите, пружины этих механизмов это измеряются прежде всего поддержкой народов. Президент Зеленский понимает, что он обращается к народам, которые голосуют и влияют на судьбу тех или других политикам. Именно этот механизм заставляет Шольцов, Макрона и так далее иметь свои позиции. И мне кажется, что президент Зеленский не сказал ничего плохого, что эта игра достойна политика этого формата. Я убежден, что это не результат дефицита его скромности и благодарности, а просто это результат трезвой оценки простого факта. Но еще раз, кто кому во всей этой истории что-то должен. Да. Это, мне кажется, ответ на этот вопрос очевиден, но, как говорится, пишут о том, что какие-то трещины возникли в отношениях, их пытались склеивать. Это спекуляция или все-таки кто-то там и есть такой обидчивый или может быть обидчивым? Какие трещины, просто требует президент больше денег, больше оружия и сигналы, что не дадут, будет мало, потому что нужно больше, потому что каждый день гибнут люди. Это как два на два. И вопрос не в том, чтобы обидеться, потому что здесь обиды, там не обиды. Президент понимает, сколько крови стоит, каждый deficyт, оружия, денег, личного это бы не было. Я считаю, что очень правильно, дай Бог, чтобы такая последовательность, такой determинизм президента был направлен также внутренне на пронзе, потому что действие условного батальона Монако последствует тоже огромным количеством смертей украинских солдатов. И я думаю, что если бы он умел объединять последовательность так вовне, как и вовнутри, тогда бы получал мою стопроцентную поддержку во всем, что делать. Петр, еще одни из важных моментов по саммиту, о которых хотелось бы с вами поговорить, это как долго в принципе может длиться война. И тут хотелось бы обсудить два заявления Байдена. С одной стороны Нью-Йорк Таймс проанализировал речь Байден на саммите НАТО. И Нью-Йорк Таймс делает вывод, что Байден готовит НАТО к длительному конфликту с Россией и проводит параллели с холодной войной, что это может даже вот так долго длиться. С другой стороны, Байден вот сегодня, буквально в эти минуты, пока мы с вами общаемся, дал пресс-конференцию в Хельсинки, там празднуют присоединение Финляндии в НАТО, он, соответственно, там присутствует, он сказал, что наоборот не считает, что война в Украине может длиться долго по двум причинам. Первая причина это то, что Россия не может поддерживать войну вечно, прежде всего из-за ресурсов и потенциала, а причина номер два это то, что сложатся обстоятельства, при которых в конце концов президент Путин решит, что это не в интересах России экономически, политически и в других аспектах продолжать эту войну. И вот имеем два фактических заявления Байдена. С одной стороны, он на саммите НАТО говорит о том, что готовьтесь к длительной войне по типу холодной, с другой стороны, он говорит, что Россия не сможет долго воевать, потому что ресурсы у нее не бесконечны. Как на нас это отразится? Вот вы какой вывод из этих слов делаете? К чему они готовятся? Я считаю, что одно заявление не противоречит друг сторон. Это значит, что война, которую понимаем геополитическое столкновение, будет длинное, даже если горячая фаза закончится, будет стена санкций, будет вопрос возобновения, как только Россия накапить новые ресурсы, с одной стороны, а с другой стороны, Байден говорит, что президент поймет, что эта война не в интересах России. Но если бы Путин действовал в интересах России, не начинал для этой войны, надо понимать идеально то, что Путин не действует в интересах России, на самом деле такого неадеквата во всей истории искать со свечой, потому что все, что можно было развалить, он развалил, а сегодня он разваливает Россию, потому что режим военной экономики в принципе набывает ВВП Российской Федерации, работает оборонка, но все остальные дохнут, короче, все внутренние связи инфраструктурные, коммуникационные и так далее, и так далее, дохнут, и это значит, что возникают структурные условия для распада. Дальше, путь Прigorжина показал, что когда обладаете 5 тысяч людей, а может быть и тысяч людях, несколькими джевелинами, в Российской Федерации нету сил, которые могли бы остановить митеж. Это значит, что на самом деле сегодня Байден одинаково беспокоится войной, как и риском распада России последствиями геополитическими для Соединенных Штатов. И думают, что этот второй момент будет играть более важную роль. Я считаю, что то, что сказал Байден, это очень логический, он перед войной, перед подтверждением, сказал, что в результате Российская Федерация потеряет 50% ВВП, это еще не наступило, что будут серьезные долголетние санкции. Все это, я считаю, хорошим сценарием, хорошим, потому что то, что нам нужно, как результат этой войны, это вытворение России из Европы как фактор стратегического равновесия безопасности. Это сильные санкции, которые будут блокировать риск возникновения агрессии в будущем и создадут условия для возникновения разницы цивилизационного потенциала Украины и России. Это очень важно для динамики развития политики в Украине, потому что развитие экономики Украины на плоне падения России уберет очень много вопросов, которые сегодня употребляются против Украины. Например, вопросы языка. Хочу ясно сказать, что я против проследования украинского языка в любом его диалекте. запросы религиозные и так далее. Что? Нет, я полностью согласен, я просто реагирую на ваши слова о том, что действительно это сложные внутренние вопросы, которые тоже предстоит Украине решить. Это решается в момент, когда их съезжает. Именно кто-то, кто использует и тянет за эти шнурки, а просто дрессированный народ реагирует так как собака Павлова. Просто в каждом обществе есть темы, которые, как только поднимаются, сразу разделяют людей, семьи и так далее. Хочу сказать, что именно выдворение России сильных экономических блокад, внедрение санкций, так как против Ирана было предложение на 50 лет, плюс, что это открывает именно потенциал, шансы для того, чтобы эти вопросы были сняты с повестки, потому что они теряют тогда смысл. Петр, вы уже упомянули тему завершения горячей фазы войны. Вы употребили даже такую формулировку и действительно много сейчас разговоров о том, как долго может продлиться вот эта горячая фаза, учитывая, что ресурсы не безграничны у всех сторон. И на фоне этого появились сообщения о том, что Россия и США Белый дом с Кремлем ведут какой-то диалог. У них он происходит. Пресса писала о том, что на уровне эксперта вот на днях подтвердилось, что был разговор между директором службы внешней разведки Нарышкиным с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. И основная тема там была тема Украины. Все это происходило в конце июня. Этот разговор произошел в 20-х числах. И также телеграм-каналы, связанные больше с Россией, конечно же, публикуют формулу директора ЦРУ Бернса, которую он предложил России по Украине. Я хотел бы озвучить эту формулу и чтобы вы прокомментировали, насколько это вообще реалистично. Пункт номер один это заморозка линии фронта. Пункт номер два Украина подписывает внеблоковый статус и в НАТО ее не берут. Это то, о чем мы сегодня говорили. На территории так называемых ЛДНР а также в Крыму проводятся повторные референдумы под контролем Организации Объединенных Наций. Проводятся перевыборы всех органов власти в Украине и в России. Ну и пункт номер пять он последний в НАТО как говорится ну я уже отметил Украину не берут но берут в Европейский Союз Украину а также Молдову в двадцать пятом двадцать шестом годах соответственно и обе они сохраняют внеблоковый статус. Вот анализируя эти тезисы как вы думаете могут ли пойти американцы на нечто подобное не познали для таких сценариев или же это просто вот какая-то российская хотелка которую они сейчас как раз и предлагают нам и пытаются ее продвинуть. Ну я считаю что это почитаю неамериканский план потому что смотрите его суть это ограничение суверенди это Украина если риана начинает з этого пункта если Украина не свободна чтобы решать членом какой организации быть или не быть значит она не суверенна страна членство в Европейском союзе без НАТО это удар по Украине Польша стала сначала членом НАТО так как все остальные а только потом членом Европейского союза потому что разница в статусе безопасности влияет на условия экономической деятельности это рецепт на превращение украинской экономики в пустыню просто капитал буферные зоны боится заходить и будет продолжение того что было дальше какие то референдумы и так далее и так далее о чем вообще разговор после насилия которое там было сделано после это разрушение принципов на которых держится американский порядок это разрушение принципа неразпрасывания ядерного оружия и нерушимовских границ в Европе я конечно все сказал дальше что такое предложение оно убивает любую политическую власть в Украине потому что любой кто бы расписался под этим сразу цевает власть я думаю что это не хочу кябольше чем я думаю что они пытаются играть на несколько фортепианах с одной стороны представляют это гибридные решения а с другой стороны карагана впугают ядерным оружием и так далее и так далее я считаю что на сегодня стратегия это экономить каждую человеческую жизнь солдата военных сил Украины и понимать что время играет в нашу Поросу они развалятся из-за тяжелых ошибок которые уже совершены и которые совершаются каждый день расход преследования в армии частные военные группировки развал практически основ экономики отсутствие моральной силы для того чтобы поддерживать преступную государственность все это вопрос считаю короткого времени когда все это обрушится и не считаю что стоит давать им руку на которой могли бы спасти себя я считаю что мы не добьемся падения этого режима и не добьемся добровольной сдачи ядерного оружия потому что причина этой агрессии это чувство безнаказанности а гарантией чувства безнаказанности является наличие ядерного оружия просто Россия не является страной как все остальные у которых есть ядерное оружие просто бандиты которые правят и могут править недостойные того чтобы мир цивилизованный мир доверял им распоряжение ядерной и считаю я это давно говорил с марта месяца прошлого года что стратегически мы должны добиваться режима в котором санкции будут сняты только после добровольной сдачи ядерного оружия Петр и не могу не закончить еще одной темой связанной с НАТО и с Польшей в том числе и конечно же с войной в Украине это комментарий президента Дуды о том что после окончания войны в Украине НАТО может отправить миротворческую миссию для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и Дуда также добавил что если будет такое решение альянса то Польша отправит в Украину своих военнослужащих что это за идея про миротворцев НАТО насколько это реальный сценарий и в какой ситуации он может быть применен ну это я считаю ладжически это чем я говорю до границы начиная от Талина через все границы балтийских стран через границу Польши у границы у границы Украины должны стоять солдаты разных стран НАПА чтобы любая агрессия со стороны России была угрозой для жизни солдат стран которые реально хотят гарантируя безопасность в центральной Европе и считаю что хорошая формула это например когда бы скажем хотя бы тридць военных сил каждой страны была действована именно в международных бригадах где поляки стоят литовцы украинцы в месте служили бы и обеспечивали безопасность всей этой границы таким образом получаем сплакционность получаем палить циску как свеченность получаем понимание опасность со стороны всех народов и президент Дуда здесь просто конкретно показывает в Польшу как страну дону без опасности потому что на самом деле вопрос идет про баутийске будет обязательная военная служба во всех наших странах везде будет также может быть служба женщин обязательно просто безопасность станет приоритетом нового нового мира ну с другой стороны скептики скажут вот у нас сейчас армия миллион триста человек в Украине это только то что официально нам говорится будет еще возможно призываться какое-то количество десятков может и сотен тысяч людей ну вот неужели мы сами не справимся уже когда будет мир с охраной границ имея вот такое количество людей прошедших через войну я считаю что те которые не думают про безопасность получают в результате войны так что считаю что стоит нам вместе сотрудничать создавать то что не только по количеству армий которые в состоянии справляются с вызовами чтобы это была высокотехнологическая армия которая потому что это количество это связано с тем чтобы ну так в Финландии территориальная оборона возможность мобилизировать ресурсы в момент когда надо думаю что итоги и опыт этой войны будут работать именно на такие решения ну что ж Петр будем надеяться что это сотрудничество оно и будет и будет развиваться и конечно же будет приносить мир и обеспечивать мир для наших народов для украинского для польского и для всех наших друзей спасибо вам правительства Польши Петр спасибо вам дякую слава украине Друзья меня зовут Виталий Продюс призываю вас поддержать канал Политека подписываться на нас ставить лайки это важно для поддержки независимой журналистики всего вам доброго и до новых встреч 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 Продолжение следует...